Центр SunGate, интернет-портал начинает свою программу. Сегодня у нас четверг, время в Чикаго 10 часов утра, в Москве 6 часов вечера, на восточном побережье Соединенных Штатов, Вашингтон и Нью-Йорк 11 часов утра, и только 8 часов утра на западном побережье, в Калифорнии, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. И сегодня у нас на связи Москва, Россия и психология. У нас сегодня в эфире Вероника Рудагина. Вероника, добрый день, добрый вечер. День, вечер тоже в Москве. Да, ну, рад Вас приветствовать. Прошла неделя, как мы с Вами общались. Ну, и вот новая встреча. А сегодня наша тема, как мы, в общем-то, договорились, это взаимоотношения родителей между собой и родителей с детьми с точки зрения, конечно же, психологии. Первый вопрос к Вам. Если... Вот Вы специалист в юнгианской психологии, правильно? Ну, да. На данный момент это тот метод, который мне ближе всего. Да. Ну, ведь Карл Юнг, он жил довольно-таки давно относительно, еще в столетии в прошлом, в миллениуме в прошлом. А что изменилось с того времени, как он писал свои труды? И ведь все же меняется. Возможно, это все уже как-то устарело, нет? Вы имеете в виду концепцию детства? Я имею в виду саму психологию, и психология людей ведь изменилась, правильно? Если раньше была психология определенная, и мы там, скажем, изучали тогда, был популярен, хотя и сейчас популярен Фрейд и вот Юнг. Но с точки зрения вот сегодня, сегодняшнего времени информации, которая меняется очень и очень быстро, психология как-то изменилась с человека, как он по-новому смотрит, как он по-новому относится к такому же человеку, как и он сам в семье, на работе. И вот тема-то у нас все-таки детства. Или вам трудно сравнивать в то время, которое... Когда у меня еще не было, в общем-то, даже планировать, наверное, каком-то сеном. Я слышу два вопроса для себя. Вопрос первый. Вот концепция детства, мне кажется, да, изменилась. Потому что, ну, если, да, немножко так отмотать назад, попробовать попасть в те времена и чуть позже. Я думаю, что вот, ну, мои родители, например, помнят систему воспитания по споку или жаркие споры на кухне пеленать или не пеленать, разрешать или не разрешать, японская система воспитания или еще какая-то, да. И вот мне кажется, что концепция детства на сегодняшний день, она, наверное, эволюционировала сильно. Потому что на данный момент похоже, что нет какого-то такого директивного единого источника, да, как ребенка надо воспитывать. То есть существует множество различных версий, стратегий, концепций, и можно там выбирать те, которые наиболее ближе к себе. Потому что раньше все-таки взгляд на детство, он был достаточно авторитарный, да, родители и дети, отцы и дети и так далее. А то, что касается психологии человека, изменилась ли она, любопытно, потому что, ну, мне кажется, что вот то, что я, ну, с точки зрения профессионала о психике знаю, ну, наверное, нет. Потому что мы, на мой взгляд, мы с психикой не рождаемся, да, готовы. То есть психика – это такой сложный процесс, который мы завоевываем, приобретаем, воссоздаем, структурируем, да. То есть это некий такой кропотливый очень труд. И поэтому детство, оно такой бесконечный труд, да. И если подумать о маленьком ребенке, то он у меня вызывает много восхищения и много уважения, потому что он каждый день трудится, да, с созданием себя. И, ну, он делает это простыми вопросами, а почему, а что это, а это, что, да, познает мир и так далее. И вот потом те взаимоотношения, которые он устанавливает, эмоциональности, собственно, да, с которыми он знакомится, родители, да, помогают ему там в том числе или значимые взрослые, ребенок как-то с письку бы создает. Поэтому я думаю, что в целом, наверное, психика не изменилась. А вот стратегии какие-то, да, психологические, которые мы ему пользуемся, наверное, да. Ну, я полагаю так, что тогда и сейчас ребенок, который родился, его сейчас и тогда, опять же, окружает абсолютно другой мир и другие вещи. И сегодняшняя жизнь человека, которая все ускоряется и убыстряется, и она накладывает отпечаток, по всей вероятности, на воспитание ребенка. Существует разное, действительно, как вы сказали, разные варианты воспитания, разные стратегии воспитания. Скажите, как вы считаете или как считают психологи, с какого времени надо воспитывать ребенка? С момента рождения? Ну, вот, или с момента, когда он находится вообще в утробе матери? Когда? Существуют ли какие-то вот такие временные промежутки? Мне кажется, знаете, вот современное время, оно, наверное, ставит очень много вопросов. То есть то, что нам привычно было воспринимать, сейчас меняет свою концепцию вообще. То есть, например, концепция воспитания, что такое воспитание, мне кажется, что это сильно видоизменяется. Поэтому раньше, если брошенная где-то небрежно фраза «какой невоспитанный ребенок», значила ряд определенных правил, которые он нарушает, например, в магазине, в трамвае, в троллейбусе, то на сегодняшний день что такое воспитывает ребенка? Мне кажется, такое понятие определения, с которым родители сталкиваются. Есть система воспитания, которая досталась нам в виде учебников различных, и в том числе, как воспитать английскую девочку в семье, как воспитать, не знаю, наследника престола, как воспитать смольную девицу и так далее. То есть ряд какой-то такой старой системы воспитания, которая, наверное, сейчас отчасти непригодна во всем, в своем таком первовозданном виде. И мне кажется, что в воспитание, наверное, сейчас входит адаптация, скорее всего, ребенка к тем условиям, в которых он находится, и помощь ему в освоении какой-то внутренней дисциплины, что ли, по отношению к тем талантам, которые у него есть. Ну, так бы я бы это обозначила. Может, кто-то вкладывает это в какой-то другой смысл? Потому что в целом, если не будет на личный опыт опираться, теоретически скажу, как психолога, то, что я на приеме вижу, то, что, наверное, основная концепция, что с ребенком надо общаться. То есть с ребенком нужно находиться в неком контакте, взаимодействии. И, по сути, это и есть такое воспитание личности. Сейчас мне кажется, что это как идея, ну, как бы такой отклик находит превалирует. По крайней мере, в России. Я не буду с другими странами сравнивать. Это несложно. Да, сравнивать не надо. Но я, когда задавал этот вопрос, я имел в виду, вы психолог уже достаточно много лет. И люди приходят к вам по разным вопросам. Но наверняка есть какие-то вопросы, почему нет контакта, допустим, с детьми. И вот если контакта с детьми не было 15 лет тому назад, и контакта с детьми нет сейчас, в наше время, ну, наверное, все-таки разные причины. Вот, к примеру, одна из причин мы беседуем, я лично беседую с разными людьми и на разных континентах. Ну, и вот в одной программе мы говорим о тех детях, которые сегодня рождаются, которых называют сегодня... Их давно уже называют детьми индиго, их называют кристальными детьми, кристаллические, кристальные. И, то есть, дети приходят к нам сегодня для того, чтобы учить нас, поскольку у них все по-другому, так скажем, уже. Замечали ли вы именно ваших клиентов, которые к вам приходят, спрашивают вас о совет, именно вот такую тенденцию о том, что что-то вот как-то вот сегодня по-другому? Ну, я предпочитаю на собственный опыт операции, и поэтому мне сложно, потому что я просто не жила в предыдущие поколения, и не представляю, с чем там люди приходили. По сути, когда нет контакта с ребенком, более-менее я могу предположить, что, наверное, причины приблизительно, наверное, похожи. Может быть, у них там разная ситуативность, что ли, да, но, скорее всего, в каком-то своем такой ядре, да, они были бы исходные, если бы мы сравнивали. Другой момент, насколько родители понимают своего ребенка, да, потому что, ну, мир действительно меняется стремительно на данный момент, и, ну, даже то, что мы с вами по скайпу разговариваем, мы в Чикаго, я в Москве, я думаю, что лет 10 назад это вопрос даже невозможно было еще предположить. Как раз, да, мы вчера беседовали с тарологом Сергеем Савченко, и мы как раз обсуждали, вот есть методика магия, и вот это та самая настоящая магия, то, что мы с вами беседуем действительно, и более того, нас, в общем-то, пока, может быть, не видят, все-таки мы беседуем в режиме аудио формата, но потом это вся программа, все эти программы, они у нас записываются, они будут выкладываться на YouTube и на Facebook, и люди нас будут видеть действительно в реальном режиме, и это раньше, конечно, такого и быть не могло. Когда-то, я помню, очень много лет назад, это был телемост, который вел Познер и Данахью, это было единственное, как было, а сейчас это сплошь дорядом, вебинары и так далее. Но, тем не менее, давайте вернемся действительно к детям, то есть вот существует такое мнение, что действительно дети приходят нас обучать, и дети, они, а мы к этому не готовы, то есть как это дети будут, яйца курицу, как говорится, не учат, правильно? И вот приходит вот этот вот шпиндель и начинает нас учить, как это так, мы такие крутые, а мы тут все из себя там, быть такого не может. И мы к этому относимся очень и очень негативно, мол, знай свое место и так далее. Вот как вы считаете, это правильная тенденция, или, возможно, нам все-таки надо свое эго, вот так вот, как-то вот так, пониже, пониже, а прислушиваться? Может, правда, действительно. Ну, потому что, знаете, вот старомодная авторитарность, она, конечно, уходит в прошлое, да, когда вот, ну, родитель авторитарен просто потому, что он родитель. Да, то есть, как бы, роль родителя очень важна по-прежнему, и она меняется, развивается тоже, да, но некая такая декоративная, что ли, авторитарность, ну, наверное, да, действительно уходит. Просто, хотя, вот, психоаналитический взгляд, да, что закон отца, да, то, что, ну, как бы, это последнее слово в семье, это слово отца, да, и, ну, в быту это выглядит так, что мама говорит, давай спросим у папы, я сначала с папой поговорю, если папа тебе разрешит, да, и так далее. И ребенок, рождаясь, если вот мы с вами два шага назад сделаем по идущему вопросу, ребенок, рождаясь в этой диаде, ну, в общем-то, в первичной матрице своей, там, мать, отец, ребенок, ну, предположительно, да, что это такая успешная в этом смысле, да, полная семья, и рождаясь, и растя потихоньку, сначала в таких диадных отношениях, они выстроены с матерью, да, потом туда включаются, появляется в этом поле отец, через некоторое время становится, да, для ребенка видим такая триада, да, вот в анализе мы называем это первичной матрицей, да, то есть то, что, как бы, первичные значимые отношения для ребенка, посредством которых он будет дальше развиваться. И, конечно, отец в эту триаду вносит такую стройность, что ли, концепции, закон, да, как таковой, по какому принципу, да, эта семья будет развиваться. Это очень важно по сей день и сегодня, потому что где-то лет в 15-16 подросший подросток и мальчик, ну, скорее всего, и более всего мальчик, но девочка тоже, да, крошка сын к отцу пришел, да, придет и спросит, да, то есть у отца все равно, как бы, появится, да, вот эта необходимость и его степень ответственности ребенка социализирует. Но я думаю, что учат ли дети, во-первых, в любом случае, в любых поколениях, я думаю, что дети учат родителя, новому виду ответственности, да, абсолютно другому, который был раньше, да, своим появлением, новому виду построения взаимоотношений, новому виду проживания своей эмоциональности, обид, да, потому что просто в партнерских отношениях можно отвергнуть партнера, уйти, найти нового бы, с ребенка это взять нельзя, да, то есть нужно учиться прощать, проходить через какие-то сложные собственные эмоциональные состояния, всегда учитывать, да, другого человека, учат, да, а с точки зрения вот концепции нового мира, ну, я думаю, что да, зачастую такая авторитарность, она, конечно, надумана, потому что, правда, мир меняется так стремительно, да, что дети, они вырастают в этой реальности, и они ее знают, а мы, взрослые, к ней только-только присоединяемся, зачастую мы ее знаем гораздо хуже них, это правда. Ну, мы ее знаем гораздо хуже, когда они уже начинают, ну, относительно взрослеть, потому что сейчас ребенок, первая игрушка, ему сразу компьютер, телефон и так далее, то есть, разве можно такое представить, что там первоклассник или второклассник, он ходит с мобильным телефоном, они уже все крутые, во-первых, это страшно вредно, если уже говорить о воздействии вот этих всех лучей, это называется теперь, ну, есть английское слово, я вот забыл, я прошу прощения, но это воздействие, действительно фоновое воздействие и прямое воздействие этих лучей, оно очень негативно сказывается на здоровье, и более того, человек, ребенок прямо с детства приученный вот к такому, таким игрушкам электронным, он становится к этому как-то, аддиктив или по-русски это называется, как это по-русски вы переведите? Зависимым. Зависимым, да, совершенно верно. Да, зависимым. Но вы сталкиваетесь с такими вещами в вашей практике, когда родители приходят и говорят, вот что делать? Ребенок стал зависим, он ничего ему не надо, это виртуальная реальность, которая сейчас его окружает, ему не надо на улице уже находиться, он уже может и в футбол играть, короче говоря, на компьютере, это гораздо интереснее, он там проиграл, он начинает следующую игру и так далее, то есть это постоянно идет, вот такая вот, такие игры компьютерные и так далее. Знаете, вот мне кажется, каждому поколению, значимому поколению, мы их называем поколение Y, поколение X, разные виды generation, ему на долю выпадает, да, вот нечто свое, некое свое испытание и некий свой, как бы хоть часть эволюции, да, в том числе. И мне кажется, что вот на долю этого поколения, которое плюс-минус, да, мы имеем в виду, видимо, сейчас, да, вот на их долю выпало вот это киперпространство, создание дополнительного пространства, которого вообще не было раньше. И мне очень любопытен ваш взгляд, и вот очень мне понравилась эта идея, да, про магию здесь и сейчас, да, что возможно, это действительно, да, вот другими словами, да, воссоздалось некое пространство, которое можно считать магическим, потому что там и телепортация, и, ну, вот все, да, магические законы есть, да, и там общение мыслью, и на расстоянии и так далее, и так далее, да. Вот любопытно, что, может быть, магия в современном мире нашла себя так, да? Ну, вы знаете, это в современном мире называется магией, а раньше такой магией, в общем-то, владели практически все, если идти вглубь и почитать какие-то древние тексты, скажем, ведические тексты, ну, практически все люди, они владели такими способностями, и это было нормально, абсолютно. сейчас те люди, которые владеют в какой-то степени экстрасенсорными способностями, они считаются чуть ли не там не магами и волшебниками. Ну, наверное, это время такое, вот как раз мы вчера на эту тему говорили, и где-то в 50-е годах прошлого столетия был закон отменен о том, что преследование магов, то есть когда-то было, когда сжигали, скажем, или казнили этих магов, потому что это была, ну, так сказать, страшная штука. Так вот, сейчас это дело обычное, ну, и опять же считается, что дети обладают такими способностями, и очень многие между собой вот таким образом общаются, просто этого никто не замечает, мы-то этого не замечаем, поскольку мы не обладаем такими способностями, но где-то даже замеряют вот эти разговоры телепатические. Сейчас наука, она может много чего замерить. Я, знаете, Миша, прошу прощения, перебила ли я вас? Я просто хотела упомянуть, что получается, что я как бы не ответила на этот вопрос, да, про то, что называется там эдикшн, да, вот, ну, как бы к играм и так далее, и так далее. Я отвлеклась, потому что мне действительно очень понравилась ваша идея про магическое пространство, но как бы, по крайней мере, это вот та реальность, которую мы, видимо, знаем, да, но можно, конечно, ее спроецировать на какие-то фэнтези, которые мы раньше читали. Вот мы сейчас имеем в реальности летающие птицы, самолеты, и вот то, что мы уже говорим о расстоянии и так далее, но на долю этого поколения вот попало развитие киберпространства, то есть создание дополнительного пространства, которого раньше не было, это называется виртуальная реальность, верно же, да, то есть она есть, хотим мы этого или нет. Она могучая, она соединяет весь мир, в ней можно находиться, в ней можно очень много что делать, и вот это я имела в виду, да, что попало на долю этого поколения, что они каким-то образом ее исследуют больше всех, они рождаются уже, да, вот как бы при ее наличии, да, скажем так, этой реальности, этого виртуального мира, и, ну, наверное, пока они и страдают больше всех, как первопроходцы, да, в каком-то смысле, там, зависая в этих играх, попадая в зависимость, попадая, может быть, в нехорошие истории, и как раз взрослые, не понимая, как с этим пространством обращаться, потому что правила же никто не выдал при создании, да, новой реальности, они не знают, как быть, можно ребенка сесть за компьютером, нельзя, сколько можно, вреден мобильный телефон, не вреден, то есть это та реальность, на которую нужно учиться реагировать каким-то образом, да. Мне кажется, сегодня в интернете, да и где угодно, очень много информации, есть информация, конечно, ну, сказать правильная или неправильная, сложная, нет такого слова правильная или неправильная, ну, полезная, будем так говорить, информация, ее просто найти, очень сложно, потому что есть действительно очень много стратегий, очень много направлений и люди, которые об этом рассказывают, они реализованы, но это их личный опыт на самом деле, то есть нельзя личный опыт всем дать, поскольку сегодня люди не квалифицированы на то, чтобы быть истинной в единой, так сказать, инстанции, в едином лице. Мне кажется, что надо было бы сделать какую-то типа образовательную программу, где выступали бы люди и они давали бы какое-то свое направление, потому что точки зрения, но без всякой зависимости, без всякого вот этого аттечмента к тому направлению, в котором они находятся. Сегодня, к сожалению, все в рост идет, то есть, если когда-то наука и религия были вместе, то теперь они полностью разделились. То есть, наука не верит в Бога, Бог, верующие люди не верят в науку и так далее. Так вот, если бы была такая возможность, в самом случае мы пытаемся в нашем центре дать слово тем людям, которые могли бы помочь. Задача наша, допустим, вот моя, это дать слово допустим вам, кому-то еще, и вы об этом рассказываете, вы и есть специалисты. А задача тех людей, которые находятся по другую сторону экрана аудитории, слушать и делать свои выводы. Если им нравится это направление, они могут задавать свои вопросы и они могут получать естественно ответы. К сожалению, мы как-то так считаем, что мы точно все знаем. И, к сожалению, тогда закрывается канал получения информации, потому что если мы точно говорим мы знаем, вот так мы решили, ну тогда ошибка, которая возможна и быть в этом направлении, ее не замечаешь. Поэтому такие образовательные программы были бы полезны. Не то, что образовательные, они были бы информативны, и каждый для себя определил бы полезность той или иной программы. Вы согласны в принципе с этим? Да, я согласна. Я согласна с тем, что вот с этой реальностью новой, виртуальной, с ней очень важно как-то поступать, как-то взаимодействовать, каким-то образом понимать, как быть с этим огромным полем. Потому что если раньше ребенок все-таки получал информацию, основной источник, это были его родители, школы, очень небольшой радиус был, вот радиус в пределах двора, школы, таких очень понимаемых количества людей, друзей, то сейчас и это все-таки такая входящая информация, достаточно контролируемая. Сейчас, конечно, он находится в совершенно другом потоке и понятно, что зачастую взрослые не являются для него этим источником. То есть, по сути, он в каком-то новом мире и этот мир не всегда безопасный на самом деле. поэтому я с вами совершенно согласна, что это скорее всего наше будущее это какие-то образовательные программы по доступу что ли в эту новую реальность и по обучению безопасности и какому-то поведению в том числе. Потому что в киберпространстве если вы обратите внимание какие-то попытки какой-то алгоритм поведения выбрать все-таки они есть. То мы называли толбанским языком, не знаю как в этом он в Штатах назывался или язык смайликов язык эмиджи каких-то то есть это тоже попытка или мемы попытка найти какие-то правила для общения для воспитанности что ли какого-то такого по отношению к другому этикету скажем так интернет-этикета но для детей я думаю что не до этикета скажем так и поэтому их такие конечно серьезные темы не волнуют у них у них другие они же дети у них естественно другие задачи другие цели им это просто может быть подсознательно конечно все есть но они этого пока еще может быть даже не знают наша задача их как-то научить и вот опять мы возвращаемся к тому вопросу который я вам задал как вы считаете возрастные промежутки с какого возраста надо обучать детей или их постоянно надо обучать воспитывать не обучать обучать всегда надо ну да ну мне кажется во-первых воспитание это в принципе познакомить ребенка с миром сделать мир понятным для него да и на мой взгляд да это и есть воспитание обучение это ну развить все-таки навык да умение применять свой талант умение управляться с информацией и так далее и ну наверное это с очень маленького возраста уже происходит и обучение отчасти и воспитание ну считается по ведическим нормам и по ведическим традициям раньше были школы и вот детей как бы отдавали в школу то есть их начинали обучать или воспитывать с возраста с пяти лет и это тот возраст когда ребенка надо воспитывать и он примерно восемь лет состоит вот воспитательный этот процесс дальше ребенок переходит в другую скажем категорию он становится уже взрослым он по сути ребенок да но в 13-14 лет начинается гормональные уже обмены и тогда уже воспитывать уже поздно вот примерно 13-14 лет и во многих скажем обрядах во многих традициях существует вот такие вот такие возрасты 13-14 лет девочка 13 мальчик 14 лет когда ребенку уже вот совсем по-другому надо относиться к нему но мы продолжаем мы продолжаем считая что мы знаем лучше мы взрослые мы продолжаем его воспитывать причем в любом возрасте вот этому ребенку уже бывает 50 лет а его все еще воспитывают ему все еще говорят как надо вы знаете я как-то читал в интернете опять же читал там одну историю женщина пришла на прием к доктору но доктор в то же время был психологом наши доктора задают вопрос ну что больной жалуетесь ну больной отвечает жалуетесь на то на то на то и довольно редко доктора спрашивают а где вы работаете а кто ваши родители чем они болели а каковы ваши дети кто они чем они занимаются и так далее но тот доктор был по-другому к этому вопросу относился и он начал задавать вопросы которые к медицине как бы не имеет на первый взгляд никакого отношения он начал задавать вопросы о семейном положении ну и эта женщина говорит я разведена у меня есть сын и сыну уже 30 с чем-то лет но я но он какой-то весь из себя какой-то такой ну совершенно несчастливый то есть у него все время что-то не получается я за него страшно переживаю он идет по улице там какая-то не знаю разборка приезжает милиция и его загребает точно так ну давно было тогда еще милиция была сейчас у вас полиция уже тоже вот заодно и я вот все время в таком напряжении постоянно нахожусь и пока он мне не позвонит и не скажет что он уже пришел домой и все вот до того момента я за него постоянно переживаю ну этот врач ей говорит ну я вам не могу ничем помочь поскольку ваши переживания они отражаются на вашем физическом состоянии вот первым делом если вы хотите чтобы что-то изменилось и мы с вами выбрали путь лечения вы должны убрать у себя вот эту неспособность а вот это стремление контролировать и волноваться поскольку тонкие тонкие энергии они если мы за кого-то волнуемся особенно если наши близкие то мы впрямую связываемся с этим нашим ребенком в данном случае и это волнение перед не дай бог что-то случится и оно как правило случается поэтому к сожалению мы делаем плохую услугу оказываем плохую услугу нашим близким если мы за них переживаем не то что переживаем на пустом как говорится месте естественно мы не можем по-другому относиться вот такая история ну там много чего изменилось это длинная история не буду пересказывать ее полностью скажите вот вы в своей практике тоже наверное сталкиваетесь с такими вещами да я подумала что насколько вообще возрастная психология она такая периодизация что ли она учитывает возраста развития и понятно что каждому возрасту присущи некие свои задачи я думаю что детство это вот удивительная пора где так или иначе какие бы системы воспитания не были человечество интуитивно угадывает что нужно делать и дети идут там около пяти лет или в play school или pre school да или какие-то вот садики у нас в России или какие-то развивающие программы потом к семи годам они идут в школу обычно да потому что ребенок он хочет развиваться задача ребенка он когда вырастает он сам подсказывает по сути что с ним надо делать он хочет расти он фантазирует о будущем он говорит кто он в нем будет там неважно состоится он или нет но он очень активен потому что у него есть желание меняться расти узнавать и так далее и зачастую вот если как-то родители хорошо своего ребенка слышат да это достаточно легко быть в контакте помогать ему расти там скорее другие процессы как раз какой-то принцип дисциплины принцип понимания своих возможностей ему важно объяснить с миром познакомить с какими-то основными правилами и так далее и это пожалуй будет воспитанием а вот то что касается возраста когда вот такое основное детство позади и когда ближайшие сколько-то лет ребенок проживет в состоянии и мы говорим наверное сложный возраст когда он проживает пубертат и начинает как-то социализироваться здесь происходят обычно основные проблемы то есть вот такой подростковый возраст и возраст ранней юности он пожалуй самый сложный там где родители нужны как никогда и зачастую именно в это время когда родители становятся ребенком сложно они либо начинают его чересчур контролировать и вот вы рассказали хороший пример и конечно часто с этим приходят с очень взрослыми детьми которых взрослые это не отпускает внутри себя и вот это не отпускание отсутствие это сепарация это по сути такое неразрешение жить своей жизнью и как много бы тревоги материнской заботы в это не было вложено но это такая психологическая индивидуализация что ли своего ребенка то есть наверное это важное очень время тогда когда уже не надо воспитывать казалось вот как его прожить с подростком как прожить его с юным человеком что ему дать в это время мне кажется вот это вопрос скорее потому что вот до этого возраста так или иначе какая бы система воспитания ни была она как-то учитывает потребности ребенка интуитивно учитывает а вот что делать с человеком который уже вырос возрослел обычно здесь начинаются проблемы на мой взгляд вот по моему опыту наверное к психологу на терапию приходит где-то с проблематикой этого возраста но ведь к вам люди приходят вы же им помогаете то есть приходят с такими проблемами вы же это и говорите то есть вы решаете эти проблемы или как вы вместе я не могу сказать что я решаю да то есть скорее готов ли этот человек это решать готов ли он допускаешь что он пришел вы так сказать с ним побеседовали и он готов естественно он же хочет решить этот вопрос иначе зачем ему было приходить и ну наверняка есть какая-то статистика таких случаев которые налаживали скажем так отношения а если не налаживались да то есть это я к чему говорю вот нас с вами послушали послушали надо кстати сказать о том вот у меня за спиной висит не видно номер телефона это в основном для тех кто нас слушает в соединенных штатах поскольку вряд ли из россии будет звонить по этому телефону тем не менее 847-226-9956 но у нас есть skype это sungates 108 sungates это солнечные ворота на конце буква sungates 108 и тройное w sungates radio.com sungates radio.com дорогие друзья это я обращаюсь уже к нашим радиослушателям и интернет зрителям вы можете задать свои вопросы веронике рудагина также можете задать вопросы центру sungates в моем лице ну и наших специалистов то есть мы постараемся на ваши вопросы ответить так вот нас слушают и вот кто-то задает вопрос а как нам побеседовать на тему ну скажем психологом ну то есть к вам могут обратиться с таким вопросом как мне наладить отношения с подростком ну мало ли особенно у нас у нас воспитывают у нас понимаете как родители не воспитывают своих детей я здесь достаточно много лет живу и я считаю что так сказать времени не хватает просто здесь жизнь такая другая здесь знаете заканчивается одна работа начинается следующая заканчивается следующая начинается следующая здесь борьба за выживание идет здесь есть такие возможности поэтому в общем-то ничего так сказать страшного нету и здесь это работой пока не свалишься как говорится но такая возможность есть поэтому на детей не так много обращает внимание и воспитывает понятно их кто воспитывает их общество воспитывает их школа воспитывает их кто их окружает такие же сверстники и вот потерян контакт и вам задают такой вопрос вероника поможете вы ли мне наладить контакт с моим ребенком 13-14-15 лет вопрос на засыпку поможете вероника а то мы с вами говорим говорим все теория здорово давайте перейдем к практике ну я не говорю это не реклама это не ваша реклама это просто теоретический вопрос потому что ну хорошо мы поговорили выяснили да ну окей существует много методик я сразу я не буду так сказать подсказывать и тем более сам отвечать на свой же вопрос но существует родовые там скажем установки установки по методу Берта Хеллингера много у нас такое есть то есть мы идем в прошлое выясняем тут много вопросов на самом деле мы должны уже скоро заканчивать нашу программу сейчас скоро уже будет следующая программа но мы продолжим то есть сразу вот на следующий в следующий раз мы должны продолжить какие все-таки есть методики выяснения в чем лежит конфликт в чем был конфликт вот родители это конфликт поколения это всегда он был ну попробуйте давайте все-таки ответить на этот вопрос практически вот практически первое наверное какую бы я дала рекомендацию что вообще все детство оно пронизано по сути одним единственным вопросом это вопрос кто я и мне кажется что если родитель будет общаться с ребенком а особенно с подростком для кого это очень актуальный вопрос с этой точки зрения что его подростка интересует это на самом деле кто я это и поиск себя и какая-то самоидентификация и та самая референтная группа вот эти друзья товарищи с которыми он общается и будущее его отчасти проективная методика в чем он себя видит дальше и я думаю что большое конфликтов если не все вот они наверное в этой сфере как-то располагаются в подростковом возрасте что ребенок либо не получает ответ на этот вопрос либо он очень неубедительный либо он скудный недостаточный мало информации вот то самое родители все время заняты и так далее он начинает искать дополнительные источники и собственно говоря путаться в информации о себе это если коротко но я бы такую рекомендацию дала что рассматривать свои отношения с подростком вот с точки зрения того что его очень волнует кто он весь собственно говоря из этого состоит это огромный труд на самом деле очень большой найти себя в этом мире не подскользнуться реализоваться в кого-то перед ним стоят огромные задачи поэтому у подростков огромная тревога вот у маленьких детей кстати тоже в возрасте где-то около 3 лет они когда от мамы только-только начинают отделяться первый раз у них колоссальная тревога расти колоссально они просто боятся вырастать дальше и мы должны помнить о том что дети эту тревогу проживают и мы взрослые мы живем как бы дальше больше них и мы можем в этом помочь это как китайцы знаете очень любопытный концепт они считают что родители это будущее а дети это прошлое потому что родители уже жили они живут вперед а дети проживают то что родители да вот более-менее уже проживали и но мне кажется это важно с точки зрения что вот как бы в семье происходит действительно мир так колоссально меняется что на сегодняшний день например там опыт швеции или норвегии каких-то ювенальных институций что они буквально вмешиваются в семью если считают что что-то идет не так или ребенок получает недостаточное воспитание или как-то патологизируется как-то да вот деформируется в этой семье но мы все эти случаи знаем так или иначе они до нас как-то просачиваться доходят зачастую ведь каких-то нелепых совершенно там истории слухов да но тем не менее вот такой опыт современный мы знаем да когда некое общество да пожалуй пытается дать ребенку то что там не может дать его семья на мой взгляд дети так невероятно детство так невероятно устроено что если ребенка не патологизировать то есть как-то не деформировать его с детства если ребенок живет в ситуации более-менее приятной успешной благоприятной где ему не приходится постоянно думать о своем выживании о выживании он может начать думать тогда когда он живет в скандалах да в постоянной тревоге в плохих отношениях взрослых то есть это тревога которую ему нужно все время переживать как стресс да тех обстоятельств в которых он находится ну что может конечно иметь какое-то пролонгирование отсроченное что ли да действие и если вот он как-то в достаточно благоприятной среде растет то по сути воспитание не становится таким тяжким трудом да он вырастает достаточно гармоничного человека которому там легко помогать дальше ну понятное дело мы все неидеальны истории неидеальны семьи неидеальны да и не рождаются все в безупречно полноценных семьях да с безупречно счастливыми родителями которых куча куча времени на воспитание своего ребенка жизнь всегда вносит свои коррективы но если мы обращаем внимание на свою жизнь и на свои отношения с детьми тогда мы можем с ними что-то делать можем им помочь и может быть как семейный терапевт на данный момент там может быть я не взялась бы за ведение вот семьи когда как к семейному терапевту приходит весь состав семьи да и когда мы работаем с тем что называется геносоциограмма когда мы работаем и с предыдущими поколениями тоже в этой семье и это достаточно буквально с теми посланиями которые остались там от бабушек прабабушек и так далее то есть вы работаете таким образом да ну отчасти да ну вот на данный момент я с семьей работаю редко хотя семью работать всегда интересно на самом деле потому что семья это невероятный потенциал какая бы она ни была как бы сложно она ни была устроена но семья как это ядро и есть такое название ядерная семья да где все друг другу родственники и это невероятный запас ресурс энергии это кладезь вот всех предыдущих поколений с кучей интроектов которые в этой семье покоятся которые мы можем пользоваться высовываться или не высовываться да как там свою жизнь устраивать и так далее да какие-то семейные легенды которые могут быть устрашающими или которые можно пользоваться разные но работа в семье это всегда такой большой энергетический вызов что ли такой да вот высокой энергетики статус это интересно верни-ка спасибо большое это действительно было интересно и вообще тема конечно необъятная да да это верно естественно будем встречаться и дальше будем продолжать опять же вот методики все-таки и опять же мы сейчас говорим о тех людях о тех детях скажем или семьях где уже ну дети подросли но на самом деле ведь еще очень большая аудитория людей которые еще только начали воспитывать своего ребенка и я вспоминаю моего очень хорошего знакомого моего друга к сожалению он ушел из этой жизни доктора Игоря Ветров и он великолепный просто совершенно потрясающий врач и человек и мы с ним провели много программ я прослушал много программ его лекций и вот он рассказывает о том что каждый день но как минимум первый там скажем первый месяц каждый день это по сути дело год то есть вот то что происходит с ребенком если мама естественно это мама не папа если мама отслеживает что происходит с ребенком почему он в какой-то второй день после появления на свет плачет а в пятый день он спокоен и не важно что его беспокоит ну вот что-то с ним происходит или допустим ну случайно как-то его там где-то возможно даже уронили это означает что вот такое было кстати и приводятся примеры Гитлера в свое время уронили и в этот год то есть это произошло там на какой-то там не знаю тридцатый день допустим да к примеру и в этот год у него была серьезная травма то есть каждый день это как раз год десятый день вот что-то произошло с ребенком значит когда ему будет 10 лет вот что-то будет происходить вы знаете это очень и очень интересные вещи это совершенно не популярно и совершенно ну практически нигде это не описывается но вот в древних книгах по Айурведе по другим других источниках вот такие вещи есть но мы об этом можем говорить я вам добавлю просто действительно это такая тема огромная но я с вами не согласна потому что сейчас последние годы очень развит пренатальный анализ то есть когда вот ну и с грудничками уже да вот психоанализ рассматривается да в том числе это отдельное направление психоанализа работы с грудничками и пренатальный период тоже это очень попытно психологи пробуют с этим работать замечательно то есть это была информация она не была сейчас она уже известна сейчас же все открывается когда-то и веды были закрыты то есть невозможно было ничего найти и прочитать я помню еще раз очень много лет назад был фильм индийские йоги кто они понятия никто не имел бывшем в Советском Союзе про индийских йогов сейчас все знают про индийских йогов поэтому информация она поступает сплошным потоком я совсем недавно мне рассказали что за один день в ютуб поступает знаете сколько сто тысяч за один день поступает сто тысяч каких-то там фильмов или каких-то mp4 в формате не знаю клипов допустим можете себе представить какое огромное количество информации на нас обрушивается поэтому то что доктор ветров об этом рассказывал скажем 10 лет назад всего лишь 10 лет назад то тогда этого естественно было очень и очень мало сейчас это есть и это это очень хорошо просто еще раз не все об этом знают но для этого мы собственно говоря с вами беседуем я очень рад как всегда нашей встрече вероника и мы будем беседовать ну и разрешите все-таки откладиться тогда дорогие друзья с нами был психолог Вероника Рудагина Москва-Россия у микрофона Майкл Мелехов Центр Сан-Гейтс